всем привет друзья сегодня у нас воскресенье 2 мая и пасха православная но здесь вообще конечно же никто не празднует православную пасху да и вообще я никогда особенно куличей не пекла я этим не занимаюсь во вторых я не очень знаю и помню все эти праздники ну если кто-то приходит и поздравляет конечно раньше у нас бабушка пекла пасхи и всем нам приносила даже лично и каждому маленькие но это было так давно что другая просто жизнь я нашла фотографию вот как раз бабушка дедушка и мы сестрой это было 1 мая ровно 60 лет назад страшно представить таки хочу сказать всем женщинам которые отчаялись найти себе пару я еще раз хочу добавить немножко оптимизма потому что знаете вот под лежачий камень вода не течет все мы знаем об этом давно но что-то просто бывает что ждем у моря погоды а сами ничего не предпринимаем для того чтобы на самом деле как-то изменить свою жизнь а ведь в общем то все наших руках и кстати даже как выясняется и не только здесь в этих европейских странах мужчины на сайтах и ищут себе пару но также и у нас вы знаете как ни странно как это не показалось бы удивительным но вот я знаю например уже своих знакомых нескольких вот тоже моего возраста 60 плюс которые нашли себе пару на сайтах знакомств в интернете много там конечно всякого тоже отстоя всякого вранья но сейчас без этого же ну никак вы понимаете поэтому надо фильтровать надо не обращать внимание на вот эти вот там поползновения каких-то или либо сексуально озабоченных либо еще каких-то которые хотят пристроиться типа альфонсов знаете там конечно таких полно но я хочу сказать что можно найти и вот уже не первый раз я в этом убеждаюсь и на своем примере собственном и на примере моих друзей если кто-то хочет какие сайты хочет узнать поподробнее то я значит вам вот скажу во первых в этот же самый сайт бада о котором я много раз рассказывала я продолжаю его также рекламировать потому что то что там огромное число зарегистрированных пользователей как мужчин так и женщин больше четырех миллионов на сегодняшний момент это очень много и это дает возможность найти выбор больше скажем так и найти можно что-то но там надо быть крайне осторожными потому что там есть такие которые только лишь хотят сексуальных отношений которые женаты ну можно это все выяснить как я говорю так что друзья еще раз призываю всех пожалуйста не сидите просто так не отчаивайтесь в любом возрасте кстати хочу узнаете даже опять же придать больше больше духа оптимизма прибавить вот вы знаете то что именно возраст 50 плюс и 60 плюс легче находить пару потому что как ни странно вот у меня есть совсем молоденькие женщины которым где-то от 30 до 40 и и которые не могут найти вот уже долго-долго-долго себе никакую пару там уже какие-то другие отношения но и потом понимаете если уже человек женат то он естественно в 30 лет как-то вряд ли будет разрушать свой брак ну не знаю по всякому конечно бывает но вот чаще всего так а вот возраст 50 плюс 60 плюс то вы знаете либо уже вдовцы теряют свою пару и начинают активный поиск либо уже дети выросли и люди поняли что они абсолютно не нужны друг другу абсолютно разные это тоже к сожалению часто бывает что людей не держат вместе в браке только дети а потом выясняется что дети выросли ничего общего нет и люди расходятся показываю вам красавицу черри белая за ним начинает цвести вся эта красота да кто-то мне написал из моих подписчиков что цветы это кусочек края который остался на нашей земле вот красиво да на самом деле так после бада есть еще такой сайт мамбару называется и есть еще сайт который я рекомендую это лавру это все видите если ру на конце россия имеется ввиду российские сайты не зарубежные но этого для тех кто ищет мужчин поблизости и не ставит себя целью уехать за рубеж вот ну а если говорить про зарубежные сайты то я опять же рекомендую попробовать зарегистрироваться на сайте фиш точка ком фиш или фишин а вот по-разному можно его написать в поисковой строке фишин фишин рыбалка ну в общем вот попробуйте вы знаете очень сложно конечно из россии зарегистрироваться поэтому сразу предупреждаю что вам нужно будет открыть специальный свой email адрес который будет обязательно заканчиваться на ком ну либо ком либо нет в общем только не на ру и постсоветские страны окончания и еще что я хочу добавить все таки друзья чтобы вы нашли время не поленились и сделать хорошие фотографии фотографии должно быть много ну вот где-то до 10 штук наверное и фотографии не только крупным планом не только портретные но и обязательно в полный рост это конечно целое искусство показать себя именно в том красивом ракурсе и и показать именно то что наиболее вы считаете у себя привлекательным ну и потом что я хочу еще добавить что некоторые стараются вот ходить к профессионалам делать фотографии у профессионалов портфолио делать такие специальные платить огромные деньги но вы знаете не все мужчины любят вот именно такие вот профессиональные фотографии потому что там конечно же сразу будет понятен фотошоп и и подсветка специальная и делают красавец в общем-то из всех а тут нужно подчеркнуть именно свою индивидуальность и будет наверное лучше если вы сами сделаете при помощи селфи или может быть даже попросите своих друзей чтобы вам сделали несколько красивых фотографий я надеюсь что это не так уж и сложно просто нужно этим серьезно заняться и потратить определенное время но уверяю вас что это вам конечно же воздастся вы желаете познакомиться именно вот этот возраст 50 плюс и 60 плюс сейчас по моему наиболее удачный для того чтобы еще раз попытать счастья и найти себе достойного мужчину чтобы не жить одной хожу здесь по новой территории очень красивая опять праве вот здесь посмотрите дома в общем-то такие темные но они новые уже считаются вот из из темно-коричневого кирпича и покрашены окна тоже коричневый цвет выдержано все но посмотрите какие они красивые и вот этот тоже стиль иногда вот такой вот старинный очень красиво кто-то у меня спрашивал обратите внимание отведи нас на стеклах вот эти вот такие типа как решетки вот ближе я подойти к сожалению не могу вам показать но вы увидели да нашем бунгало где мы с мужем жили там тоже были такие решетки и мне кто-то спросила почему у вас на окнах решетки я вот нашла даже показываю вам фотографии нашего пангала видите вот эти вот на окнах такие вот ромбами не решетки вот видите на каждом окне это и utility room тоже так вот это друзья не решетки а это к считалось для красоты выдерживался вот такой стиль он был одно время здесь в англии очень моден вот опять я подхожу вот этот дом посмотрите поближе сейчас немножко подойду и вы увидите что здесь на окнах как бы тоже вот эти самые как бы решетки но еще раз повторяю это не решетки это вот такое стекло и а вот это резинки как сказать вот она вот такими вот резинками пересечено вот бывает по так вот ромбами пересечено а бывает вот как здесь посмотрите квадратиками такими тонкими сделано видите как будто бы эта решетка но нет это резиновые такие вот ставочки такие на стекле было модно почему потом это все отошло конечно но у многих так и осталось какая красота все таки да я дошла здесь до самого конца показать вам эту всю красоту неописуемую у людей палисаднички все чисто все ухоженно я когда вижу какой-то красивый дом какой-то красивый палисадник то я вы знаете просто со всех сторон хочу вам это показать потому что мне знаете тоже многие пишут пожалуйста показывайте нам побольше и поближе садиков палисадников английских вот этот вот они хотят перенять себе как декорируют как это все высаживается как делают красивые сады какие кусты и тут высаживают вместе да на самом деле вот этот вот гарден и дизайн как здесь называется садовый дизайн вот такой очень-очень преуспели именно в нем англичане есть чему поучиться есть что-то такое интересное кажется вот когда идешь мимо вот посмотрите вот эти вот крокусы которые тянутся здесь на стене цветут и на самом деле посмотрите ведь в общем-то преображается полностью все если вот так удачно посадить этот куст крокусов если опять у меня спрашивают тоже что-то вот у вас такие красивые здесь вы показываете нам палисадники садики и никогда не видно чтоб кто-то здесь работал ну вы знаете вот видите этот газон он стриженный стриженный совсем недавно стригут почти каждую неделю все свои газоны подстригают кусты все это поливают все это обрезают декорируют сажают пересаживают то что мы этого не видим это ну просто потому что мне наверное на камеру не попадается кто-то предпочитает кусты цветущие разноцветные а кто-то предпочитает просто красивую зелень зеленый цвет он тоже бывает очень многих разных оттенков здорово на самом деле вот этот дом здесь на углу просто шикарный посмотрите какой он необычной архитектуры у него и консерваторе у него наверху и башенка красивый какой-то железный там флюгер опять же коньки красивые очень красиво смотрится издалека со всех сторон вот этот дом я знаю он стоит миллион двести фунтов стерлингов и вот эти крокусы конечно красавцы расцвели везде красота hey so nice your flowers yeah it is a crocus is it a crocus this one wisteria ah see how old is this i don't know to be honest i really don't we we haven't been here but we've been here a couple years and it was here ah see you just moved here a couple years ago and it's still still it's absolutely lovely lovely thank you thank you very much видите опять я думала что это крокуса мне мужчина сказал что это вистерия я сейчас вы знаете даже иной раз специально задеваю хозяев вот этих домов которые я показываю я как-то довольно последнее время часто сталкиваюсь когда я начинаю снимать вот полисаднички выходят хозяева и я специально их затрагиваю спрашиваю и всегда все с удовольствием мне рассказывают что за цветы как называется когда посажены всю информацию без проблем англичане сажают цветы украшает свои полисадники именно для того чтобы рядом ходили люди смотрели и наслаждались но те кто не хочет чтобы смотрели красоту их полисадников те закрываются большими высокими заборами ну и все я прерываю свое видео не договорив представляете я только вам хотела рассказать про мартина и вот он проехал мимо на машине он за мне засигналил я скорее спрятала свою камеру потому что я не люблю когда меня вот кто-то из знакомых здесь на улицах с камерой встречает а а тем более вот мартин понимаете так что друзья мое видео прерывается я пошла встречаться с мартиным потом вам расскажу что и как у нас происходит до скорой встречи пока пока